Всем привет! Сегодня поговорим о Linux-операционных системах, в частности, о операционной системе Linux MX, потому что на сегодняшний день это одна из самых продвинутых операционных систем. Значит, я просто хочу рассказать о некоторых достоинствах не только Linux MX, но вообще Linux. Вот посмотрите, если, значит, вот открыть, например, менеджер пакетов Synaptic, то у него мы можем увидеть следующее. Вот смотрим менеджер пакетов Synaptic. Вот пакеты, настройки, вот репозитории. И вот здесь мы можем увидеть отмеченные галочкой пакеты, которые установлены. Вот видно, что для Brave браузера установлен пакет, Debian пакет установлен, значит, несколько обычный и Security. И еще имеются пакеты для Free Download Manager, для Google.com, для MEG, там MX. Вот все они галочкой здесь отмечены. Так вот, что бы это значило? Значит, практически на Linux'ах очень заботятся о чистоте своих рядов. Все пакеты, которые находятся в репозиториях, как правило, проходят тщательную проверку на предмет всяких там вредонолосных программ и так далее, и так далее. И поэтому, когда вы ставите Linux, вам не нужно волноваться об антивирусных программах, потому что здесь все проверено и перепроверено. Все эти программы, они еще проходят и многолетнее тестирование. То есть, есть программы, которыми я пользуюсь вот уже лет 10, и которые практически работают стабильно и нормально. Что в отличие от Windows'ы, от Android'ов, это обозначает? Что если вы устанавливаете какую-нибудь любую программу, то вы попутно не наткнетесь там, скажем так, на ненавязчивую рекламу. Особенно этим грешат смартфоны на Android-системе. Там у них реклама прет изо всех щелей. Откуда только могут выжать копеечку, оттуда ее и выжимают. Просто противно становится от такого отношения к пользователю. Чего не скажешь о системах Linux, которые очень достойно представлены на рынке. Значит, вирусов они не боятся. То есть, антивирусного программного обеспечения им не нужно. И работают они, ну, скажем так, ну, очень устойчиво. Вот если пойти на самую главную страницу сайта о Linux'ах, она называется вот так вот, distrowatch.com, то вот можете увидеть, MX Linux стоит на первом месте. И это не зря. Потому что, я вот наблюдаю уже там несколько лет, MX Linux продолжает занимать лидирующие места. Почему? Потому что сама система очень надежная. И есть в ней вот такой вот интересненький нюансик. Эта система позволяет делать снимки текущего состояния операционной системы. Вот если мы сейчас зайдем вот сюда, то увидим, пожалуйста, что вот я уже там что-то там делал, поднастраивал и решил сделать контрольный снимок, чтобы в случае чего, чтобы мне заново все не переустанавливать. Все, я делаю контрольный снимок и в любой момент я могу вернуться на этот контрольный снимок. А мне здесь, пожалуйста, вот указывается его, значит, дата создания и название, что это контрольный снимок, snapshot, и место, где он будет храниться. Если перейдем на следующую, то вот тут видим два интересных варианта. сохранение учетных записей. Это только для личного копирования. То есть вам кому-то другому отдавать это дело не следует, потому что вы дадите все свои пароли этому человеку. А если вы хотите поделиться с кем-то другим, то нажимаете вот сброс учетных записей и даете, значит, то, что вы там сделали для других. Вот, естественно, я отдаю, с кем могу поделиться, для других. И, соответственно, этому, значит, под видеороликом вы можете увидеть ссылочку на одну из моих последних, скажем так, сборок и уже под себя ее поднастроить. В отличие от моих личных сборок, здесь будет пароль демо и имя пользователя демо. Когда вы ее скачаете и начнете там к себе устанавливать на жесткий диск, естественно, вы можете поменять язык, имя пользователя и пароль по своему усмотрению. Когда вы все это дело поставите, установите, старствуете с новой системой, там уже, пожалуйста, можете подвигать панельку там вверх или вниз, там запустить планк и прочее. То есть, все программы здесь предустановлены. предустановлены. Вам следует только просто-напросто запустить нужную вам программу. Вот и все. Значит, ну, что я вам хочу сказать? Значит, основной, значит, еще раз запомните, плюс у линуксов это то, что они вирусоустойчивые, это раз, во-вторых, что они очень блюдут чистоту своих рядов, следят за своими репозиториями и не допускают туда никакой швали проникнуть, а только проверенные программы и те, которые, скажем так, заявлены. А то, что творится на наших андроидах, ну, это же просто засилье рекламы. Там каждые там полминуты выскакивают сообщения, а вот поставьте это, а вот поставьте это, да достали уже своей ненавязчивой рекламой, в кавычках, так сказать. Берите пример с линуксов, каши не просят, работают скромно и работают-то надежно, надежно работают. Ну, ладно, значит, вот все мои такие вот требования к линуксам я вам, как говорится, объяснил и про репозитории, и про надежность работы, и о том, что можно делать копии текущего состояния операционной системы. Еще один линукс это может делать. ой, ну, у него, скажем так, не очень удачно реализовано создание этих копий. Это линукс, PC линукс ОС американский. Тоже может сделать копии операционных систем, но MX линукс лучше. Вот мои пять копеек в рекламу линуксов как таковых, как операционных систем. Затем, значит, о том, что они имеют очень большие преимущества стабильности работы. Ну, и желаю вам насладиться, скажем так, всеми радостями этой системы, потому что действительно система операционная, особенно MX линукс работает очень стабильно. Вот, ну, просто как трактор. У меня знакомый мне написал, что он на стареньком компьютере себе сыну поставил операционную систему MX. Винда на ней у него еле-еле работала. А MX Linux работает и пашет как трактор. Вот такие вот, скажем, отзывы пользователей. Ну, и страничку вы видели, где MX Linux стоит на одном из первых мест. Не зря люди выставляют рейтинги и свои оценки об операционных системах. То есть, если хотите надежную, стабильную операционную систему, выбирайте MX Linux и не ошибетесь. Я желаю вам всего самого доброго и наилучшего и, скажем так, до новых встреч.